Всем привет! Сегодня подготовил новую подборку инструментов. Нейлоновая щетка с шестигранным хвостовиком. Работает в паре с дрелью или шуруповертом. Насадка подходит для брошировки дерева. Имеет щетинки разной жесткости, которые не боятся серьезных нагрузок и отлично держат форму. А также низкое влагопоглощение, поэтому работает с пастами и техническими средствами для обработки поверхности заготовки. Щетка разборная, щетину можно со временем заменить. Струбцина с замком для установки на сверлильный стол. Основные узлы конструкции инструмента это крепежная подошва с винтовым зажимом и прижимной баек. Инструмент служит для фиксации заготовок на столе сверлильного станка. На задней части одной из рукояти располагается регулировочный винт, с помощью которого можно изменять усилие прижима. Многоразмерный гаечный ключ. С двух сторон у ключа есть накидные головки с шаговым изменением размера. С одной стороны диапазон от 8 до 13, с другой от 14 до 22 мм. Ключ удобен лишь на открытых участках монтажа, зато отлично справляется с задачей. Рожково-накидной инструмент сделан из хромванадиевой стали, его длина 265 мм. Магнитная емкость. Универсальная принадлежность, которая подойдет для сбора и хранения винтов, гвоздей, гаек, болтов, саморезов и других метизов. А также инструментов покрупнее, к примеру, ключей и плоскогубцев. Тарелка крепится на металлическую поверхность и может использоваться в горизонтальном или вертикальном положении, без опасения потерять свое содержимое. Лазерный уровень на 12-16 линии с рабочим диапазоном 25 метров. Прибор проецирует две плоскости, горизонтальную и вертикальную с углом развертки 360 градусов. При отклонении на угол 4 градуса срабатывает система визуального оповещения в виде мигающих лазерных линий, что исключает неточности и погрешности во время работы. Нивелира отличается высокой яркостью луча. Паста для герметизации небольших повреждений системы выхлопа. Для начала нужно очистить место повреждения от коррозии, затем запустить двигатель, чтобы система выхлопа немного разогрелась. После этого наносят на поврежденный участок трубы пасту и размазывают ее до герметизации. Полное затвердевание пасты происходит спустя несколько часов. При обработке тонколистового металла понадобится режущий инструмент. Самый простой и эффективный это ножницы по металлу. В Китае найдется инструмент для резки листовой стали. Ножницы с прямым резом с двухкомпонентными ручками и лезвиями из хромванадия. Ножницы осуществляют рез листового металла толщиной до 1,2 мм, а также нержавеющей стали толщиной до 0,7 мм. Также на выбор есть ножницы с правым и левым резом. Плоскогубцы, которые пригодятся рыбакам для крепления поводков. Рабочая зона данного обжимного инструмента выполнена в виде клещей с несколькими зубцами на различный размер обжимной гильзы. Ход плавный, вес плоскогубцев 230 грамм. Инструмент длиной 15 см. Рукоятки выполнены в пластиковых мягких противоскользящих чехлах. Столярный карандаш. Специнструмент отличается прежде всего размером, он не только больше по форме канцелярских аналогов, но и сам грифель значительно толще. Карандаш плотника удобнее держать в руке, в том числе в перчатках. На поверхности заготовки он оставляет видимый жирный след, хотя толщину оставляемого штриха можно менять поворотом карандаша. Точилка для плотницких карандашей. По своей форме она похожа на всем известную со школьной скамьи. Отличие в износостойком, лезвии и встроенном фиксаторе, что позволяет удобно и быстро затачивать карандаши прямоугольной и овальной формы. Процесс заточки комфортнее, нежели перочинным ножом. Сбоку на корпусе точилки есть доводчик для гравитового стержня. Набор ударных магнитных бит. Решения для ударного завинчивания и работы, выполняемые с высоким крутящим моментом. Предназначены биты для работы шуруповертом, выполнены из комплексно-легированной стали с повышенным содержанием углерода. На выбор комплекты односторонних и двусторонних бит длиной от 65 до 150 мм. Система радиоуправления F21E1B. Предназначена для дистанционного управления кран-балками, электрическими тельферами и другим оборудованием. Система позволяет оператору выбрать безопасную и максимально удобную точку для проведения необходимых манипуляций. Чтобы подключить пульт к схеме управления кран-балкой, нужно установить блок приемника на блок управления механизмом и подключиться в схему вместо кабельного пульта. Сварочная маска Хамелеон. Оснащена автоматическим световым фильтром. При возникновении дуги его светопропускаемость резко увеличивается, а при затухании он обратно переходит в светлое состояние. Имеет высокий уровень защиты от ультрафиолетового и инфракрасного излучения. Можно выбрать режим высокой и низкой чувствительности, а также режим сварки. Отмечу уникальную расцветку. Мелочь, а работать приятнее. Металлоискатель TX850 с высокой чувствительностью. Элементы управления и функции приспособлены для поиска золота, включая сложную систему балансировки грунта, раздельный контроль усиления и порога сигнала, и уникальную систему контроля дискриминации. TX850, как и Фишер Голдбак, может обнаружить, к примеру, монету SSR 5 копеек на глубине 30 сантиметров. В комплект детектора входит 11-дюймовая DD катушка, разработанная для поиска монет и мелких объектов с низкой проводимостью, таких как золотые цепочки и маленькие замородки. Набор, который включает патрон, полтора на 13 миллиметров, ключ и переходник. Он нужен для работы с перфиком в качестве дополнительной насадки с коронками и сверлами по дереву металлу с обычным цилиндрическим хвостовиком. На одну из сторон SDS Plus адаптера крепится сверленный патрон, вторая же сторона представляет собой SDS Plus хвостовик, который вставляется в патрон перфоратора. Таким образом можно получить дрель из перфоратора. Кромочный рубанок. Инструмент используется для снятия фаски под углом 45 градусов у заготовок из дерева и гипсокартона. На корпусе есть регулировочное кольцо для выставления вылета лезвия в зависимости от профиля и толщины деталей. Корпус алюминиевый с пластиковыми вставками. Это два пузырьковых уровня. Смена режущей кромки производится путем разбора инструмента. Литая клемма массы. Она выполнена из латуни, рассчитана для длительного интенсивного использования на высоком сварочном токе до 300 ампер. Раскрытие обеспечивается мощной изолированной пружиной, соединяющей верхнюю и нижнюю ручки. Специфическая конструкция губок позволяет закреплять клемму на круглые и профильные трубы. Причем за счет полукруглой формы губок обеспечивается стабильный контакт вне зависимости от их раскрытия. Аккумуляторная отвертка Deco. Шурик с максимальным крутящим моментом 4,5 ньютон метра. Литий-ионной батареей 1300 мА. Инструмент имеет два положения ручки и LED-подсветку для освещения рабочей зоны. И используют для небольших работ по дому и в гараже. Поставляется в кейсе с гибким валом, набором бит, сверл, торцевых головок и зарядным устройством. Небольшой инструмент, выполненный в виде цилиндра. Это магнитизатор для отверток бит на четверть дюйма. Отличие от устаревшего аналога в том, что эта приспособа надевается на стержень и значительно в большей мере усиливает магнитные свойства, чем это делал старый магнитизатор. Для размагничивания нужно провести стержнем по ребру цилиндра несколько раз. Краскопульт. Инструмент используется для нанесения красок, лаков и иных растворимых материалов аналогичной вязкости. Емкость резервуара составляет 800 мл, мощность 550 Вт. Пульверизатор оснащен регулировкой сопла, а также есть два режима нанесения – горизонтальный и вертикальный. Диаметр форсунки 1,8 мм. Комплектуется прибор насадками разного диаметра в количестве трех штук. Бруцок для правки точильных камней. Его используют для выравнивания углублений или неровностей на поверхности точильного камня, удаления металлической стружки из межзернового пространства и восстановления рабочих характеристик водных камней. Брусок выполнен с канавками, гритность 320. В комплекте можно взять бруски меньшего размера для легкой правки камней. Выдвижная розетка для столешницы. Открывается розетка плавно без рывков после нажатия кнопки, а в закрытом состоянии находится в одной плоскости со столешницей. Заявленная мощность 3,5 кВт, максимальный ток 16 ампер. Комплект включает установочный кант и внутренний металлический короб. Встраиваемая функция позволит рационально распорядиться малым рабочим пространством на столе. Ножницы с длинными прямыми лезвиями. Часто используются для обрезки различных растений. Инструмент оценят флористы. Благодаря конструкции и форме лезвий ножницы хорошо подойдут для обрезки роз. Однако ножницы с плотно сведенными острыми лезвиями актуальны для реза пластика, картонной плотной бумаги, даже мягкого листового металла, хотя лезвий в таком случае надолго не хватит. Длина 165 мм, ручки сделаны из полипропилена и термопластичной резины. Универсальный тестер радиокомпонентов с цветным дисплеем 1,8 дюйма. От аналогов отличаются конструкции в готовом корпусе и наличием аккумулятора емкостью 450 мА, наличием двух новых функций, распознавание ИК-посылок от пульта управления и проверка стабилитронов с напряжением до 30 вольт. В тестере собран преобразователь на два выходных напряжения. На выбор несколько модификаций электроприбора. Транспортир, который сделан в виде круга диаметром 10 см с поворотным указателем. Он нужен для построения заданных или измерения уже построенных углов. Наружная окружность транспортира разбита на 360 с градуровкой через каждый градус. Через каждые 10 градусов шкалы нанесены значения. Верхние от 10 до 360 по часовой стрелке, нижние то же самое, только против часовой. Сделан транспортир из прозрачного пластика. В конкурсе разыграем 500 рублей на выбор любого товара из Китая. Условия быть подписанным на канал, а в комментариях написать, какая категория инструментов интересна для обзора. Вот победители прошлого конкурса. Всем бобра на веселе!